В Крымском доме сегодня эксперты проводили параллели между двумя аннексиями Крыма. Первое случилось именно в этот день, 19 апреля 1783 года. Тогда Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к Российской империи. На тот момент крымские татары составляли более 90% населения полуострова, а затем более 150 лет подвергались гонениям и, в конце концов, тотальной депортации. История способна повторяться и подобные вещи мы уже можем видеть после 2014 года, утверждают участники обсуждения. Это акция по подкупу религиозных лидеров. Им нужно что-то делать с лидером. Вот нам в этом смысле повезло, что Мустафа Джемилев не пошел в тот известный предпринятый ход для того, чтобы поговорить и убедить его, чтобы он согласился на определенные ответные действия. Мы методы не меняем, не насильственная борьба, но довольно активная, продолжается. Это на территории Крыма такое сопротивление, не признающее существующий террористический режим в Крыму. Есть такие страны, это ведущие страны мира, которые объявили санкции. И я продолжаю настаивать на том, что санкции необходимо усиливать, расширять, углублять до той степени, пока они реально начнут действовать. Продолжение следует...